Всем привет! Очень давно хотелось попробовать мне завести бензопилу на спирте и вот сегодня я решил попробовать сделать такой эксперимент. Есть у меня китайская бензопила, 50 кубиков, обыкновенная китайская, ничего здесь в ней такого. Для того, чтобы увеличить степень сжатия, я сделал головку из оргстекла. Подрезал цилиндр и установил головку. У меня получилась степень сжатия 1 к 13. Хотя штатная получается, у нас, сделал я замер 1 к 10. На штатной поршневой группе я не мог завести на спирту, поэтому решил увеличить степень сжатия. В принципе, так оно и делается. Увеличиваем степень сжатия, хотя и не особо используют чистый спирт. Может только для спортивных мотоциклов и то, там идет смесь спирта и бензина. По-моему, 85% спирта и 15% бензина. А я хочу завести на чистом спирте. Вот, у меня спирт 96% чистый. Для тех, кто сомневается, что это действительно спирт, и чтобы не было лишних разговоров, я его сейчас подожгу и покажу. Конечно, это все может и поджечься. Вам, конечно, может и не видно, но не, вот видно уже. Спирт горит. И для тех, кто знает, как он горит, понятно, что это не бензин. Так, с этим разобрались. Дальше. Бензин я уже здесь весь слил. Вот, пустой бак. Совершенно пустой бак у меня. Так, и осталось только разбавить масло. Доливаю туда масло. Так, и заливаем в бак. Так, есть. И чуть-чуть я немножко оставил, для того, чтобы залить сразу в карбюратор. Потому что пока он закачает, здесь праймера нету, это может быть очень долго. Так, чуть-чуть в цилиндр. Вот. И сейчас попробуем. Все работает. Вот только, я так понимаю, все, что вышло уже с карбюратора, с бака не засосало. Почему-то не знаю, почему. но еще. Все понятно, уже сосет воздух. Плохие шпильки. Не нашел я ничего лучшего. Пришлось поставить латунные, поэтому как-то не совсем оно затянуло. Попробую я подтянуть и потом еще раз попробую запустить. Ну, в общем, по всей видимости, заводить ее я больше не стану. Потому что, вот снял я головку, вот она работала. и здесь, вот в этом месте, это плохо видно, образовалась такая раковина. Скорее всего, здесь подсасывало воздух и пламя стало туда и проходить. И сделало такую раковину здесь. Поэтому, ну, вот такая она после работы. Вот. скорее всего, это нужно уже по-новому точить, вымерять несколько раз камеру заранее. Скорее всего, пока этого делать я не буду. Уже посмотрел, все работает. В принципе, то, что я хотел увидеть, я увидел. Все. Всем, кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Это уже на ваше усмотрение. Ну, и как всегда, с вас подписка, лайки и комментарии, а с меня новые интересные видео. Всем пока.